Добрый день! Добрый день! Геннадий, я на минутку, мне там беда надо по делу. Ну, ну давай, я только что пришел. В общем, люди жалуются, что видео плохое, качество плохое видео. Надо, давайте мне этот тайм-вивер сейчас, я зайду, надо исправить там. Ну, я не знаю, как сделали, я так и делаю. Потому что качество вообще никудышнее. Ну, я не прикасался. Вот как вы мне сделали, я так и делаю. Сейчас сделаю. Я-то что понимаю, я как сделать, так и гоню. Вчера я спать ложился, смешно даже мне. Посмотришь, последний ролик стоит, как я спать ложился. Из-под одеяла вещал. Я говорю, такой ролик ни патриарху никому не сделать, как спать ложиться, из-под одеяла, чтобы проповедовал. Ну, мы уж с матушкой смотрели. Матушка, поди смеялись. Ну, это все не наиграно, это так каждый вечер. Ну, вчера так коснулось меня уже. Я ей рассказываю, он говорит, даже на угле экономят, живут в морозильнике. Да. Я по-другому не могу никак. У меня раз денег нет, я никому не звоню. Вот за всю зиму ни одного звонка не сделал. Я говорю, из дома уходит даже на этой, на батарейке, в часах экономит. Да, батарейки, вот встану утром, и у меня ниточка к батарейке. Я ее выдерну, а вечером опять втыкаю. По-другому никак нет. Так я, главное, в экономии-то не рабщу никогда, мне всегда всего хватает. Вот суть-то в чем. Суть-то экономии, жертва Христу, любовь ко Христу мы доказываем этим. Я ради Господа моего делаю. У меня время есть, и я благодарю. А раз я благодарю, говорит, а за что ты осуждаешь, если раб благодарит? Я любому скажу. А они ничего не могут сделать со мной, никогда им не сделать. Непонятно, кто-то идет или что на меня? Дмитрий Сызов. Ответьте ему, я перезваню. Давай. Зашел в общину, и случилась беседа у нас с моим товарищем. Мы с ним вместе играли в группе, в расследовании. Я разговор не навязывал никому, смор. Но так случилось, что... Сейчас я включу, минуточку, подождите меня. А то я пришел к этой церкви, то есть окна закрыл, а свету-то не дал. Пожалуйста. Да, мы коснулись вопроса церкви. Я ему ваших аргументов напитал по Библии. И мы сошлись на том, что приемство необходимо. Но при этом он сказал, что в аптизме, в аптистах либо оно есть, либо запись епископов потерялась где-то. Интересно. Это у евреев, когда потерялось, они были скрещены из священства, у книги Ниеми. А тут ничего не потерялось. Потому что ни один человек, а речь идет об епископах, сотни потерялось. Да так можно что угодно голову потерять. Нигде ничего не терялось. Но это даже на это отвечать не надо. Но это просто так. Человек плюнул и пошел. Ну да, вопрос тут у меня другой возник. То есть после того, как мы признали вместе с ним в разговоре необходимость и преемственность, то тогда другой вопрос возник. Зачем вообще священники нужны? Зачем это нужно? Смотрите. Да. Вообще. Ну так зачем это нужно? Ну Бог если установил. Кому? Ко мне вопрос. Ну Бог установил, говорит. Я установил, говорит. Утро, вечер. А зачем это нужно? Зима, лето. А зачем это нужно? А Господь, говорит, до кончины мира так и будет. И здесь Бог установил. Установил, что избранных из 2896 наций, но Бог избрал только Израиля. А еще один прям от злобы лопается. Евреи, бей жидов. Ой-ой-ой. Ты благословляй их. Бог так избрал голубицу, из животных овцу. А что? Верблюд больше ее. У него шерсти больше. Ну молоти языком-то. Мели, говорит, имели твоя неделя. С ним разговаривать нечего. Перед Богом надо в трепете и страхе, чтобы чего не пропустить. Не добавляй к словам его. Считай. Псалом 30. Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Притча Соломона. 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Господа чисто. Не прибавляй к словам его, чтобы он не облечил тебя, и ты не оказался лжецом. Потеряли, а ты добавил, нигде не теряли. Вот ты уже лжец. А участь лжецов в озере Огненном. 21-27 откровения. И все, отойди от него. Говорит не так, говорит, это анафема ему. Анафема. И все. Ну, я все-таки хотел бы, если при случае придется мне еще с кем-то поговорить, объяснить. Вот почему он сказал, что зачем нужны священники. Смотрите. Причастие у пакистов не признается, так как у православных. Они сами признают. Они говорят, у нас только воспоминания. Так что не надо навязывать, чего у них нет. Они сами не говорят. Смотрите, исповедь тоже. Ссылается на Иакова, 5 глава, 16 стих. Написано, признавайтесь друг перед другом в проступках. Не молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Но когда друг перед другом... Давайте по частям, чтобы... Друг перед другом. Если согрешить человек перед человеком, помолиться о нем. А если согрешить против Бога, где ходатай? Ну, считайте, в книге царства говорится об этом. Так у нас грехи, так и друг перед другом признавайтесь, все стоит на месте. Но мы иногда не друг перед другом. А я сказал на церковь. А перед кем просить прощения-то? Или подумал о Боге плохо? Да мало ли у нас каких согрешений, когда вообще невозможно. Тот человек умер, его уже нету. Ну, вот женщина сделала аборт. У кого она должна просить прощения? Аборт сделала. Ребенка нет, он мертвый. А это сплошь и рядом. Человек курил, отравлял себя. Я сегодня одному говорю. Вот он хотел приехать к нам, я запретил даже появляться в ограде. Я говорю, скажи, вы знаете, что на земле храм есть? Ну, да. Вот я был у начальника, там везде написано, курить запрещается. Почему в храме не пишут этого? В ограде церковной пишут, а внутри храма этого нет. Хотя внутри помещений, в кабинетах это есть. Почему церкви не пишут? Потому что это такое богохульство, что даже дураку понятно, что не курят. Поэтому не пишут. Вот. А у тебя ты храм Бога живого. Храм. Этот камень, он пропадет. Главный храм это тело твое. А ты куришь, отравляешь себя, жизнь отнимаешь самоубийца. Что ты делаешь, что он так и взахался? Ты храм разрушаешь. Не тот храм, где курит. Иди там, кури. Там нельзя. А здесь? Этот храм Бог создал, а тот мы. Этот храм вечно написан, нерукотворенный. Что тут сравнивают? Это просто безумие полное. Отвечать нечего. Ты скажи, ветхозаветный священцам, посмотри, как его ставили. Какие правила были? А зачем так? Там написано, какого вещества, сколько грамм, сколько там стаксы. Все указано. А раз рецепт дается, может сделать. И написано, кто сделает подобное, да будет предан смерти. Так это Бог сказал. Это тогда было помазание во священника. Как мира это сделать? Ну, а кто будет спорить? Ну, богохульник может спорить. Сатана может. И человек, имеющий страх, он упадет и все. А это ветхозаветнее, а это новозаветнее священство. И любой может ставить. Ты маленько отодумай. Сравни ветхозаветнее, новозаветнее. Там был ягненок, а здесь Сын Божий. Там жертвенник, а здесь Крест Христов. Это все прообразовало. Все новое творит Господь. Рассуждать даже не о чем. Сказал и отойди, никогда не спорь. Мы возвещаем истину. Спорит, кто ничего не знает. Запомните это выражение. Ну да, я так и сказал. Ну вот все. С апостолами написано, спорили у идеи. Но нигде не написано, что апостолы спорили. Со Христом спорили, но уходит двое дерутся. Но если один бьет, это избиение называется. Драки нету. Драки нету. Я руки сложил, он меня бьет. И судья так будет судить. А так написано взаимно драка, взаимно перепалка. Я ничего не делал. Я склонился. Он подошел, меня ударил. Это было такое у Тихона Задонского. Он говорил, а тот подошел, его помещик-то, и ударил. А он перед ним на колени упал. Говорит, прости меня. Я сказал, наверное, грубо-то. И тот понял, что же он наделал. То он тогда перед ним повалился тоже. А если бы он в ответ-то хлопнул ему, как Моисей-то. Ну еще бы собирай. Еще бы мы насеяли. Но все-таки нужно ждать основания, так сказать, человеку. На каком основании я ли? Сказали один раз, и на этом все. Отойди. Он не избран, а не записан на небе. Нам не дано спорить. После первого-второго разумления отвращайся написанным. Ибо они развратились, будучи самоосужденные. Послание к Титу, к Тимофею. Ну два раза же, значит, тоже можно, да? Ну можно два раза. Скажите, но только, может быть, написать и на бумаге. Никогда не спорь. Ты ему сказал, ты его не обратишь, обращает Бог. Сеющий, а тут мы и разговаривали, сеем. И поливающий. Наши слова ты будешь передавать ему второй раз, а ты его уже поливаешь там. Но все возвращает Бог. Бог не возрастил, ничего не будет. Я каждый день благодарю Бога в утренней молитве. Господи, благодарю Тебя за веру, которую Ты мне дал, когда я был младенец еще. Пешком ходил под стол. И Ты дал мне страх Божий. Страх Божий. Веру в Тебя и ожидание суда Божия. И поклоны положил два поклона. И дальше я благодарю. Благодарю Тебя, мой Господь, что Ты дал мне в руки Библию. За этот день благодарю. И указал на толкование святых отцов. И еще я-то я услышал у 50-ников Михаила Иоанна. А они умерли. Воздай им добром. Воздай добром тем, кто трудился над моей душой и над ее возрастанием. Это моя молитва утренняя, моя. И сердце идет. И каждый день я повторяю. Почему? Чувство благодарности. Чтобы не попасть в первую главу к римлянам. Люди будут нечестивы, неблагодарны. Ты все припомни, кто тебе добро делал. Я просто обращаюсь к своей биографии. Вот я сидел где в тюрьме. Сидел в психиатрии. Держали там. В советское время считали ненормальной. Это все, что веришь-то. Я везде проехал и везде подарил свои книги. Всех старался найти. Кто бы где-то чуть-чуть не помог. Куском хлеба. Я в другую область еду. В центр России. Разыскиваю. Сводки навожу. Отблагодарить. Они помогли в нужный момент. Дали мне кусочек хлеба. Когда я полз, умираю от голода. Так, говорите. Да, насчет проступков. Значит, говорите. Признавайтесь друг перед другом. Эти проступки относятся к согрешению человека к человеку, да? Да, именно так. Между людьми. Жена против мужа. Мы против, ну, написано, говорит. Друг перед другом. А что я пойду кому-то просить? А я какое отношение имею? Ну, я своровал. Сворвал в кассе. Где я должен? Ну, я вот явка с повиной. С повиной верни все деньги. А не так, что припрятал с повиной. Поймали. Пиши явку с повиной. А его поймали дома. Глупости это все. Так. Вот. Насчет церкви. Да, мне еще возразили, знаете. Ильяне. Вторая глава. Когда пишется, что верующие все были. Единодушно собирались в храме. Собирались еще по домам. Приломляли хлеб. Да. Принимали пищу. Да. Но я в цитатах из Библии посмотрел. Приломление вообще относилось. И просто приломляли, когда не причащались, а пищу приняли. Обычай-то был. Да, может быть и так. Не настаиваем. У Коринфян написано, когда, говорит, берете вино, дальше говорит, кровь Христову. Вот шестая глава Евангелия от Иоанна, тут определенно о причастии. И, допустим, там где 23 главе у Луки, Христос совершает вечерю. А здесь приломляли хлеб. Может быть, просто они вкушали его. Потому что это были лепешки, они ломались. Не резались ножом. И все. Никакого причастия-то могло и не быть. Ну да, а то мне сказали, что как же нужен священник для причастия, если каждый у себя дома. Да нет. Собирались вместе по домам. Сегодня в одном доме, завтра в другом. В одном доме не вмещались, но по 120 человек в одном доме они были молились. 120 человек. Тут же указано. Это большие были дома у них, потому что обращались рабовладельцы. У них имение было. И они имение продавали, и цену проданного к ногам апостолов полагали. Это не десятина было, это 10 десятин. Но все равно, по 120 человек, смотрите, там написано, покраиваются 3000 в один день. Да. Да, если считать, что написанное о преломлении хлеба относится к причастию, то не хватило бы им священника. Даже если по 120 человек у каждого дома. Было 12 апостолов, 12. И преломляли хлеб. Это было все очень просто. Не как сегодня литургия идет, моления много. Тогда было просто. Он возгласил, благодарю Тебя, Господи, притвори. Переломил, подал уже тело. Как Господь. Взял, подал, выпили. И все. Тем более сейчас надо натощак, натощак. А они барашка съели. Иудейскую Пасху заправились. А там 6 чаш надо было выпивать. Ну, помаленьку. А потом только уже литургия была. Было-то не так все. Но суть осталась та. Значит, определенно нельзя сказать, что это причастие. Нет, конечно. На каком основании? Нет основания. Они будут говорить, а это причастие. Ну и пусть говорит. Доказательств никаких нет. Не надо, как говорится, кисель на шубу натягивать. Придумывать. Да. Я в разы уверены, все-таки, наверное, ошибку, допустим, делал, когда обучение православное представлял. Потому что я сказал, что крестить может и мирянин, и священник. Да, да. В сущей крайней нужды, когда священника нигде нет, там расстреляли и прочее, то может преподать крещение и мирянин, и даже женщина. Но главное, что было три погружения и правильные слова. Слова простые. Веришь ли во Христа Иисуса, как твоего спасителя? Верю. И поэтому прямо не на спину опрокидывать, как сектанта, это положение во гроб, а прямо. И поэтому во имя Отца, аминь. Нужно сказать, крещается раб Божий Иван. Кто крещается? Вот. Во имя Сына, аминь. Он нырнул, вынырнул прямо вертикально в воде. Во имя Духа Святого, аминь. Все. Духа Святого, аминь. Это правило какое-то апостольское, что крестить может веренин? Ну, как у апостольское, это не в одном даже месте это говорится. И у святых. Это потому что это прообразовало крещение. Это обрезание. Обрезание сделала даже Сепфора, жена Моисея, когда увидела, что дети могут погибнуть. И у церкви так. Надо крестить в церкви, в храме, в священник только. Но бывает исключительно экстраординарное обстоятельство, когда никого нигде нет. Никого. И тогда может крестить мирянин, сам будучи правильно крещеный, знающий, какие слова сказать. Во времена советской власти тут сплошь и рядом было так. Вообще священников не было. Крестили избранные люди, кому доверяли. То есть сам должен быть крещен, да? Конечно. А кого ты можешь крестить, преподать то, чего сам не имеешь. Сам должен быть правильно крещеный. Находиться в церкви, не сектант. Сектант. Ну да, то я подумал. Он не в церкви находится, сектант. И что он может, куда крестить-то? Это же человек приобщается к церкви Христовой. Вся эта глупость уйдет. Вот я сегодня просчитал, свидетели Иеговы есть такие, они даже не еретики. Запредельно далеко от христианства. Они новую книгу написали и говорят, это всемирный новый перевод. Это вроде Библия. Библия там их обрещает на каждом шагу. И один там с ними спорит и говорит. Ну и как назвать-то? Он их так интересно назвал там. Как-то отщепенцы или как-то жулики. Жулики главное. Вот и все. То есть они воруют слова друг у друга, как лжепророки. И больше ничего нет. Да и зачем, когда церковь открыта? Так. Значит, сопричисление к церкви происходит в причастии или в крещении? В крещении. Крещение это дверь. Дверь. Первые христиане, хотя было детское крещение, но в большинстве крестились во взрослом состоянии. Было такое мнение, что после крещения совершенный грех очень трудно прощается. Даже выражение такое было. Ты должен выплакать столько слез, сколько воды было в этой купели, в которой ты крестился. И поэтому они отодвигали крещение до смертного часа, как царь Константин. А в причастии тогда что? В причастии дает жизнь. Написано, жизнь. Это, считайте, 6 глава Евангелия от Иоанна. Кто не будет есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь в себе жизни. Это приобщение жизни. К жизни. Это древо жизни, которое в раю было. Так образно сказать. Только там плод висел, а здесь плод висит на кресте наш Спаситель Христос. Мы смерть Господню возвещаем каждый раз. Он умер за нас, мы рассуждаем об этом. И оно для нашего исцеления. В оставление грехов и в жизнь вечную. Древо жизни. Все равно, вы можете раскрыть поподробнее? А что нужно раскрыть? Вы говорите, ну, причастие дает жизнь, да? Кто не будет тушать плоди. Ну, эти слова не говорятся, и так понятно. Если это тело Христово, и мы делаем с одним телом с ним, мы его принимаем. Господь сказал, кровь. А как? Под видом вина. Вино. Мы видим вино и видим хлеб. А на самом деле, после молитвы, которая совершается в алтаре, это самое настоящее тело. Это неоднократно было показано. Что младенец и заколается, как и проще. Рассуждений никаких нет. А если священник совершает литургию, и вот так было даже такое, и он преломляет, и вдруг видит это тело. Тело прям, видит, тело. Он должен прекратить служить и начать сначала. То есть он видеть этого не должен. Видите, какие правила? Да, ну тут тоже я глыбость сказал. Я отождествил причастие к сочтению Божьего слова. Никак. Даже... Никак. Вот первое, что сказали, миряне могут крестить, правильно. Но только когда вообще нигде нет священника. Нету нигде. А ты можешь в другую область съездить, в другую страну. Вообще нигде было. Выехать нельзя было. Никуда нельзя было. Вот только в этом случае. А чтение Божьего, Слово Божье, это чтение, и есть чтение. Нет, я почему так сказал? Потому что спрашивают, зачем причащаться, можно и так спастись, потому что, обращаясь к разбойнику, который на кресте спал. А я и говорю, что у разбойника не было доступа. То есть это другой случай. И смотрите, почему я так еще сказал? Я слышал, что в причастие попаляется страсть. Вот Слово Божье мы читаем для того, чтобы освящаться, правильно? Да. Вы освящены Словом. Слово Твое, говорит, чище злато, слаще меда и капель сота. Ну вот, я говорю, что человек, который после обращения, у него еще будет жизнь, ему придется оставаться чистым и непорочным перед Богом. Ему нужно будет читать Божье Слово, чтобы пристать перед Богом неосверненным от мира. Поэтому я с причастием это же стил. То есть без Писания тоже спастись, получается, нельзя. Что делать? Без Писания спастись нельзя, по сути. Без Писания? Если Библия. Ну, конечно, никак. Вера-то отслышание, отслышание от Слова Божия. Мы через Писание узнаем о Христе. Без Писания какое спасение-то? Ну, можно спастись, если Писания нет, а другой знает, и тебе это дает. Он на память знает, говорит. Но он говорит, опять же, из Писания. Без Писания это заблуждение, это тьма египетская. Человек ничего не знает. Мы находим ответ Слово Божиим на любой вопрос. Я вот Словом Божиим занимаюсь 53 года. И как будто только первый раз взял в руки. Бог дал и память, и толкование, осознание. Глубины его доходят очень и очень медленно. Потому что такая глубина, где можешь утонуть. Значит, ну, в общем, это ошибка. Ну, это не смертельная ошибка. Это сказали так. В общем-то, это к причастию не относится, но мы вкушаем Слово Божие. Он так и называется, слаще меда и капель сота. Вот. Это тоже пища. Как вот едим мед, так и Слово Божие для нас сладостное. Да, ну, я так сказал еще, потому что одно и то, и другое очищает от греха. Да, это аминь. Здрасте. Аминь. Но только одно и другое, это разное совершенно. Литургии нет у сектантов ни у кого. И поэтому нет ни тела, ни крови, поэтому жизни они не имеют. Вот ответ очень простой. И так было всегда, всегда с первого века. Да и по-другому не могло быть. А вот, а если где-то кто-то в другом месте заколит агнца, это было в Ветхом Завете-то, да будет предан смерти. Все под смертью было. Тут шутки-то никакой не было. А это все прообразовало. А ягненок указывал на агнца. Христово-то, агнец Божий берет на себя грех мира. Евангелие от Яна 1, 29. А если не знаю, Ветхий Завет, мы откуда знаем, а что за агнца, откуда он взялся? Почему не назван как-то еще? Вот еще вопрос насчет домашних церквей. Было такое явление раньше. Вот я тоже ввел в цитатах из Библии, да, есть стихи, где говорится, что, ну, Акила и Брискила имела домашнюю церковь. Да. В общем, у людей просто получается как? Скажите, у них был свой священник? Нет. Это означает, мы вместе молимся, домашняя церковь, мы все единодушны. А священник может быть и в соседнем доме. Они его не отрицают. В каждом доме не было. Но когда мы верующие, вот мы живем все верующие, вот сегодня у нас приехал мой брат, священник Протеерия, сейчас там исповедь идет в храме-то. Ну, я раньше причастился, две недели назад. А Володя пошел сейчас на исповедь. Вот. У нас домашняя церковь, почему? А мы все вместе. Вы живете с женой, ребятишки, каждый день собираетесь, вот это домашняя церковь. А священник ни разу к вам бы не приходил, вы пойдете в храм. Именно вот что мы вместе, совокупность, это называется церковь. И не надо прилеплять к одному только. Церковь называется здание. Многозначное слово, да? Храм Божий стоит, храм. В Иерусалиме был, был. И тело наше храм. Господь, разручьте храм, сей в три дня созижду. Речь сошла не о Иерусалимском храме, а о его теле, распятом на кресте. Не надо так, что... А что оно означает? Я как-то говорил, я занимался языками, изучал, когда я... Английский язык, слово кос, кажется, 18, что ли, значение имеет. Совершенно разных. Означает маленькая звездочка у офицера военно-морских сил. Второе значение. Незданный экзамен, хвосты называется. Последний-то месяц беременности. Совершенно нет. У нас тут коса. Я говорю, а что такое коса? Коса у женщины. Ее коса, ее краса. Дальше залив, где мелко, там коса. Коса, которой косим траву. У нас тоже многозначимое слово бывает. То есть, это может быть и общество людей, и... Как там написано, что... Дом Божий. Дом Божий. Дом Божий называется церковь. А куда я пошел в церковь? Вот мы говорим. И мы понимаем, что она означает. Это означает храм. Многознащимость. Это уже люди привязываются к словам, там, разбирают. Они ничего не знают. Я вот вчера задал вопрос. Это для всех, кто будет слушать. Бог-Отец, это какого рода? Ну, как какого? Мужского. Ну, бывает, мужской, женский, средний. Я говорю, а Бог-сын? Ну, мужского. А Бог-дух святой? Мужского. Ну, а вместе-то что? Троица. А троица женского. Как так? Ну, как? И сейчас задумались, и никто не думал. Я задаю такие вопросы, а они не знают, как я говорю. Ну, давай так будем говорить. Село. В селе. Село. Село. Село какого? Среднее. Село. Оно. А деревня? Деревня. А то она. А его-то то же самое. А теперь я говорю так. Поселок. То же самое. А он. Уже он. Три рода. А явление одно. Значение слов в богатом языке очень многоразлично. И поэтому, а почему здесь? А вот теперь ты подумай, почему? Могли сказать, троичный Бог. Вот. Слово вошло троица. И никакого значения к женскому роду не имеет. Хотя мы говорим, пресвятая троица, помилуй нас. Понимаем Господи. А дальше и сразу переходим к троице, и через слово Господи уже в мужском роде. Ничего в этом. Богатство нашего языка. Ничего в этом нет. Никакого отношения к женскому роду не имеет. Вот у меня рука. Вот я показал рука. Какого же? Ну рука. Он, а она рука. Я не скажу он рука. Женская. А кулак? Он. Палец он. Везде. Кулак он. Палец он. А вместе уже женского рода. Как так может быть? Но это язык. Язык. До нас осталось. Никто и не думал об этом. Дубик. Понятно. Еще вопросик, да? Да. Так он уже к теме не относится к этому? Вот. Хотел бы для себя его объяснить. Так. Пояснее. Говорите, что ты не понял. На основании Божьего слова хотелось бы вот один момент себе обосновать. Давайте. Смотрите. У протестантов такое мнение бытует, что... Ну это и в Библии написано, что Господь смотрит не на лицо, а смотрит на сердце. Ну да. Вот они этим аргументом и оправдывают рок-музыку на прославление. То есть, ну, плотскую, когда там ритмы такие подобранные, знаете, специально, которые... Ну, вы понимаете. Ну, это само мнение. Почему он думает? Думает, он должен подтвердить это. Ну, я тоже так считаю. Говорит. 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 Это ответ весь им. А они не принимают. Ничего не значит не принимают. Это его выбор. Он его выбрал этот. Он пойдет. Вот сатана не может каяться. Он находит в себе служителей. Они не первые. Ему сказали, он не принимает. Отойди. Он не избран. Его имя нет у Бога. Они просто прописаны в другом месте. И все. Тебе об этом не печалится. Вот Господь говорит. Не двенадцать ли я вас избрал, но один из вас дьявол. А кто дьявол? Дьявол это не человек. Это падший с неба херувим осеняющий. 14 глава Исаия. 28 языки Илья об этом говорит. А он назвал человека. А перед этим только говорил. Двенадцати перестолах сядете. Судей двенадцать колен израиля. Эти двенадцать, когда говорил он, тут стоял Иуда. Павла не было и Матфея не было. Речь шла прямо об Иуде. А теперь вдруг все изменилось. Почему? А он избрал другой путь. Ну, а ему было сказано, сядете. Сказано было, но Бог говорит, я отменяю сказанное. Отменяю. Потому что ты изменился, и к тебе это уже не относится. Ты пойдешь в место, которое уготовано дьяволу. Один из вас дьявол. Вот весь ответ. Значит, внешнее это отображение внутреннего. Обязательно. Обязательно. По-другому никак нельзя. Вот я внешне кланяю. Что означает? То есть, я поклоняюсь, приветствую. Здорово, я внешне показываю. Я его приветствую. Но это означает, что? Внутренне я к нему расположен. Зачем я буду? От сердца. Ну, может, это фальшивить. Но Бог не одобряет это. Я совершаю крестное знамение. Это рука делает внешнее. Это мое почтение к распятому Иисусу Христу на кресте. И все это знамение его, которого сатана боится. Битые собаки, покажи палку. Она хвост поджала. Так и сатана был разбит крестом. У меня ролик стоит последний. Вы видели? Там я в постели вчера интервью давал. Уже ложился спать. И написано, ты огражденный, можешь спать безопасно. Вот посчитайте там. Я говорю, такой ролик не патриарх никто не создаст. Никогда. Почему? Ну, они за столом, за гладким. А у меня все как есть. Я лег. У меня палатка военная там. Ну, все знают, как я живу. Я за всю зиму ни разу не позвонил на телефоне. Температуру опускаю, иной раз чуть не до нуля. Аж сэкономить уголь. У меня ничего нету. Нету, ничего нету совершенно. И в то же время я всегда радостный, веселый перед Богом. Ради Бога делаю это. Ничего лишнего, чтобы не съесть. Почему? Смиряю, порабощаю тело. Я прочитал, для меня этого достаточно было. Один раз. А людей надо уговаривать. Такое чрево отъедают. Зачем? А вот выражение я слышал. Дух творит в себе форму. Это святого отца? Так, как говорит? Ну-ка, повторите. Дух говорит в себе форму. Такого нету. Нету, да? Нету. Вычеркни. Вычеркни. Нигде нету. Это путаница какая-то. Не из Писания. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Вот это запиши, Ян Златоус. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Запиши эту фразу и хорошо заучи ее. Ян Златоус. А рядом напиши святой Кирилл Иерусалимский. Это очень полезно. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Он обращается к прихожанам. Это надо учить, чтобы люди знали Библию. А во-вторых, я преподавал в разных университетах, радиопрограммы вел. Просто нельзя найти место, где я не преподавал. И я всегда эту фразу повторял. И меня ни разу никто не уличил. Никто. Почему? Надо быть честным. Я сегодня считал, как дело мое закрыто было. А когда я освободился, я реабилитировал. А им дается право свои дела затребовать. Я сидел рядом с следователем. Я хожу и за дня в день все выписываю. И вот, которые обо мне давали свидетельства, даже не расположены. И все-все написали там. Ну, по-разному, что, кто. А одно слово все написали. Человек честный никогда не обманывает. Все до одного. Я даже и не знал это. А когда выписал, у людей такое мне... Почему? Потому что я ни копейки, ни с одного не взял. Никогда. На квартире у меня всю жизнь люди живут. И ни разу ни с одного, ни рубля не взял. Почему? А как это? Мой брат. Я вообще не понимаю, что это доброе дело. Просто я дышу. Это как дыхание в моей жизни. Это никакая не похвала. А люди еще говорят, да как вы можете там то, другое... Я понятия не имею этих слов. И поэтому писание мне легко дается. Почему? Я смотрю открытым взором. Никому не угождаю. Для меня ничего не значит, что он обо мне там думает. Говорит, там свирепые священники на меня бросаются. Да это его дело. Он себе яму копает языком. А я о нем молюсь. Все. Еще вопрос. Вы упоминали в своих беседах о трех разных видах благодати. Да. Это Феофан Затворник. Феофан Затворник, я понял. Феофан Затворник сказал. Первое. Благодать призывающая. Прямо черкни себе. Благодать призывающая. То есть проповедь, Слово Божие, вера и отслышание. Вот оно откуда. Второе. Это благодать. Ну, как бы вид благодати. Обращающая. То есть ты откликнулся, я поверил. Это вот вторая благодать коснулась сердца. Первая благодать, когда он зовет к покаянию. Вторая, когда ответная. И третья освящающая. Освящающая. Она только в православной церкви. То есть исторические церкви, там католики. У сектантов ее нету. Первые две у них есть. А у православных, у них третья есть, а первая так, в тумане. Ну, где-то там есть. Редко, но есть настоящие священники. Они учат по-настоящему. Люди каются, обращаются. Благодать какая? Такая призывающая, обращающая и освящающая. Феофан Затворник, напиши. Это сказал Феофан Затворник. Это епископ. Говоров его фамилия. Говоров. 1860 год. Смотрите, а мир же держится тоже благодатью, по сути. Кто? Гипа, мир. Мир, но без благодати никто бы не жил и не дышал только. Это по милости Божьей. Но это не относится к спасению. Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и над добрыми. По благодати он создал их. По благодати они родились. По благодати дышат. Кислород вырабатывается. Пища перерабатывается. По благодати все это. То есть даром данное с неба солнца, дожди. И неверующие этим пользуются. А они делают добро по благодати. Бог надо умил сделать добро. Хорошие законы сдать. Вот сейчас потерялся президент Путин-то. Ну и везде взахались. Его нету шесть дней. В России нет. Ну такое прям как ребятишки. А ты молись, чтобы не было на него покушения. На Порошинку там в Украине не было. На Обаму. Чтобы они покаялись. Хорошие законы издавали. Ты молись. Нам дано право. И даже не только право. А повеление. Молиться за сарей начальства. Все. Больше нам ничего не дано. Не судить. Ни карикатуры рисовать там. Ничего не надо. Только молиться. И лично не говори. Говорит, а ибо крылатая даже в тайной комнате скажешь, перенесет слово. И твоя голова будет на плахе. Никогда не прислоняйся тем, которые осуждают власти. Какие бы они ни были. Скажи, я ничего не знаю. Я всех обстоятельств не знаю. Да мне никто и не ставил там быть судьею. Но моя задача молиться днем и ночью о них. Насчет трех формах благодати. Можно это как-то на Библию воздавать? Как я сказал. Благодать призывающая. Как вера от слышания. Идите проповедуете Евангелие всей твари. Вот это на Библии. Это первое. Вторая благодать обращающая. Кто будет веровать и креститься. Вот это вторая. Веровать и спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16 глава 16 стих. Это на основании слова. А благодать освящающая. Но вот третье. Это как раз создам церковь и врата ада. Не одолеет ее. И отсюда благодать. Поставил священников. Кому простить и проститься. На ком оставить и оставиться. Это и есть благодать. Через эти священные руки, Златоуст говорит, мы получаем благодать. Без этих священных рук нет спасения. Людям нету. Просто нету. Это Бог так устроил. Потому что там было Ааронова священство, а сегодня Христова. А можно было там в Израиле. Никто не мог. Вот в Израиле храма нет. Священство утеряно. И уже 2000 лет они жертву не приносят. А когда Пасха, они косточки бараньи перед собой кладут и все. Ни кровью не мажут. Ничего этого нету. Нету. И у них нету, чтобы он мог там прощать грехи или чего-то. Он-то наставляет у них там раввины. У него нет права. У мулы нету. У них нет власти. У нас как власть имеющие. Священники. И он когда накрывает эпитрахелию, говорит, властью данной мне от Бога. Да разрешишься от грехов. Когда ты раскаялся во всем, он помог тебе. Это сегодня они горлопаны эти. Дерут глотки против церкви. А там они будут другие. В Израиле это было. Скажет то слово, да будет предан смерти. Кто составит подобное, да будет предан смерти. Там всюду смерть была. И оно ничего не ушло. Раз она была, она осталась смерть только духовная. Страшнее еще. Вот и все. Это я привел только некоторые места. На каждый род благодати можно привести, ну, не меньше десятка разных мест Писания. Ну, из этих теперь по параллельным местам смотри и увидишь. Вера, отслышание. Идите проповедуйте Евангелие всей твари. И все это об этом говорится. Что вера, отслышание. Отслышание от слова Божия. И написано, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Это ко второй благодати. Ты услышал? Не ожесточи. А то имеете уши, но не слышат. Это второй благодати, уже доступа нету. Уже закрыто. Вот и все. Еще вопрос. Да, вот смотрите. Мне задают вопрос, вчера там задавали, там, о женитьбе, там, вам будет полезно посмотреть. Остался без жены, не ищи жены, там, и проще. Я все время отсылаю. Так вопрос сложный. Это к местному священнику сходите. Но вы же знаете, что они не такие. Не знаю. Я знаю тех, которые рядом. Я стараюсь с ними работать. Я знаю, что это в церкви. Но он не такой. Ну, не такой он ответит за это. Но Господь такой был, отсылал к священнику. Иди, покажись священнику. Он уже исцелен. И зачем показываться? Иди, зафиксирует пускай, чтобы он тебя объявил чистым. Но если это так необходимо было, сам Господь Бог посылает к священнику, ветхозаветнему, которые Христа распнут, то нам уже не надо ничего говорить. Нам надо просто принять и молиться. Не высокоумствовать. Высокоумие будет сброшено со своего пьедестала. Вы должны подсказать священнику, чтобы он прочитал чин присоединения к православию. Чин. Из ереси, заблуждений, из тьмы он вас вывел. На чин такой специально считается. Ты отрекаешься. И все слова там сказаны. Приходишь ты из мусульманства, там особый чин считается. Из иудаизма особый чин считается. Там наказ себе как. Прямо программа дается. Ну и еще. С этого вопроса, наверное, если бы я начал, то не так бы беседа, если бы прошла. Я просто в прошлый раз собрание в церкви, где другие, пропустил из-за лени. Это сильно страшно. В воскресенье в храме не были? И в субботу. В субботу. Надо ходить. Потому что есть правило определенное, что если два-три раза был без уважительной причины, ты уже исключаешься из церкви. Вопрос очень строгий стоит. Не просто так. Поэтому, а почему не был? Вопрос-то какой? Ты мог не быть, когда ты умер. Написано, все ушли на фронт. Уважительная причина только смерть. А так комсомольцы знали во время гражданской войны. И на фронт так же было. Мы идем вместе. Я иду там, где пение ангелов, где тело Христово, где божественная литургия. И я вдруг не пошел. Под лежащим в это время спящим постель горит. Незримо. Ты сгораешь там. Ты заранее все приготовил. Ляг раньше. И никуда больше нету. В церковь сходи. И тогда у тебя все по-другому будет идти. Я даже этого не знаю. И как это можно? Я в жизни еще ни разу не пропустил. Ни разу. Ну, когда я был в тюрьме, то да, там уже. Или в больнице. Но я мысленно находился с моими родными, близкими, с друзьями, со священниками, с епископами. Священник он бывает где-то в отпуске. Он на долоне, природа отдыхает. Но в воскресный день он должен в близлежащей церкви быть на литургии. Каноны. Каноны. И все они каноны для того, чтобы мы, как овцы, не разбрелись, а были вместе. Сказать грех, такого не написано. Но написано, мы должны быть. Как так? Бывает, человек согрешил, пьяница. Ну, напился там. И на два года отлучается. Два года для него это очень много покажется. А женщина сделала аборт один. Она кается. Ее сразу отлучают на 10 лет. 10 лет не имеет права прищищаться. Но дается льгота. Если она будет сильно плакать, все время сокрушается, много милости не жертвует, то одна треть, то есть три года с половиной может уменьшиться срок. Ну, как условно досрочное, у до, у заключенных. У церкви, как у любящей матери, прекрасное лекарство. Я много занимался этими канонами, правилами. Переводил их, симфонию на них делал. Я все время удивляюсь, какие были мудрые мужи. Как все усмотрено. Мне по канону тебе, по какому-нибудь правилу, наверное, отлучение за это не получается? Нет, не полагаются. Сегодня вообще не знают ничего. Я говорю каноны. А сегодня вообще ты год не ходи, два не ходи. Сегодня, говорит, колесное христианство. Какое? Родился, его на коляске привезли. А теперь венчается второй раз. Ну, кадиллак называется. Ну, и третий раз, когда катафалк на кладбище ведут. Колесное христианство. Они называются не прихожане, а прохожане. Один говорит, а что у вас все одно и то же поют? Когда не придут, всегда Христос воскрес поют. Вот он раз только на Пасху приходит. Для него Христос воскрес. Да так можно сказать, на День Победы, если ходил ты где-то и все время, а у вас еще День Победы каждый день. Так ты один раз и был. На 9 мая. Ну, так может неудачный пример, но это так и есть. У нас победа над дьяволом, и мы перекладываем, как бы понимаем. А у Христа победа над злом, и он нас высвободил. Приди в священнику на исповедь, когда будешь, и скажи, так я сделал по незнанию, по лености, себя не оправдывай. И больше никогда не делай. Все дела на неделе так приводишь, чтобы быть в храме. И работу избери такую, чтобы воскресенья не быть. И не то скользящий график. Воскресенье могут не быть, это те, у которых работа такая. В воскресенье работают они. Ну, и то надо ее подогнать, чтобы прийти. Это животноводство. У нас делают скотину, попозже выгонят. Вот так. Второй это врач. У него вызов внезапный. И сторож. Сторожа не снимешь. Ну, а у нас делают так, как-то там один человек выйдет временно, потом обратно в храм зайдет, по деревне сторож. Ну, вот и все. А остальное, это не наши специальности. Ну, а как же мы электричеством? Ну, там есть электрики, они и занимаются. Они и занимаются. А раз надо в воскресенье работать, я не должен работать. А если все так? Ну, все так и не будут. Все не христиане. Это выдумка все. Им нравится воевать. Пусть они воюют, защищают. Защита должна быть. Ну, я зачем пойду туда? Это не мое. Я должен любить врага. Молиться за него, а не убивать. Мы колотили-то уже десятки тысяч, Украина, Россия. А если бы делали по Писанию, ничего не было. Они придут, эти бандеры, фашисты. Они поубивали, поубивали, на этом закончилось. А теперь конца края никакого нет. Ну, пришли они, убили. Ну, убили сколько там? Десять тысяч сожгли в Одессе там где-то. Ну, а в ответ, если бы ничего не было-то, сожженных танков-то, которые от правительственных войск Украины. И все бы заглохло. Почему? Да любой бы сказал, как так пришли и убивают в своем государстве людей. Это вся мировая общественность поднята была. Вот эти пусть орает-то, эти блудливые-то. Там ноги задирали в храме Христа Спасителя. Я вопил буквально в интернете. Не трожьте, не прикасайтесь к этим поганцам. Не оскверняйтесь. Нет, добились, что их посадили. Этого нельзя делать было. А что делать? Храм Христа Спасителя закрыть на три месяца на большой замок. И день и ночь, чтобы, не прекращаясь, вся площадь перед храмом вокруг была заполнена народом. И молились, и молились, и молились. Три месяца. И потом храм осветили, и все их не трогали. Их Господь найдет. Не послушали. Я бы весь народ бы к вам обратился-то. А жажда мести. Там казаки начали их плетью драть. Ну, правильно, их надо драть. Но это будут сделать другие. Не мы верующие. Мы против. Вот и весь сказ. Шанс был, опять упустили. Упустили. Они не знают. Мы были перед храмом Христа Спасителя, молились об этом. Я вслух об этом молился. А они неопытные, они мертвые. Те люди, которые там руководители. Они не чувствуют веяния Духа Святого. Что нужно было сделать? К прощениям они бы возвысились. Вот и все. А отец вначале там ребенок у нее, да беременная. А они когда шли, не думали. А это не наше дело, что они не думали. Мы будем за них молиться, чтобы Бог их обратил. У нас нет другого лекарства. А суды, ну суды, если будут брать, пусть берут. А вы его просили. Они не просили прощения. Вообще мы их знать не знаем. Ну пришли они тут, опоганили. Мы закрыли храм, потом осветим. А теперь будем молиться, чтобы ее Бог не убил. Чтобы продлил их жизнь. За них молиться. Не поняли? Ну теперь глотайте эту полынь сами. Хорошо. На этом все вопросы. Все. Видите, Господь говорит. Мог бы 12 легионов ангелов. 12 легионов. Когда один ангел 180 тысяч убил. 85, кажется. Убил сразу. При Рапсаке. А это 12 легионов ангелов. По легиону, а Таримская единица 2 тысячи. 2 тысячи. А не 5? Легион, легион. Не 5 тысяч. 2 тысячи. Это Римская единица. А в числовом измерении это 100 тысяч. В числовом измерении. Так называется. У нас 100 тысяч, а по-славянски легион. И когда говорит, как тебе имя, он говорит легион. Мы не знаем, сколько было, 2 тысячи или 100 тысяч. Но в этом промежутке. Но не меньше 2 тысяч. Бесов в одном человеке. Вопросы кончились? Да. Все. Во славу Божию. Отвечайте. Храни вас Господь. Во славу Божию. Бог благословит.